Всем привет! Меня зовут Шуляк Анастасия, 15.00. Традиционно время эфиров для тренеров. Проводим их уже 5-6 месяцев, проводим традиционно весело и интересно, разбираем разные темы. И я очень сильно стараюсь, чтобы четверг 15.00 всегда, что бы ни случилось, был посвящен детскому клубу. И вот сейчас у нас новый кейс, новые эксперты. Это невероятно круто, здорово, когда... Так, камеру включить. Да я все расскажу, не переживайте. У нас домашний эфир, и все будет хорошо. Так, о чем я? Собственно, могу сейчас прямо пригласить нашего эксперта в эфир. И буду продолжать говорить, все равно по ходу еще вижу, что люди присоединяются. Максим, я знаю, что... Да, вы меня слышите. Давайте еще минуту поговорю буквально и оставлю вас с аудиторией, тем более, что у нас люди традиционно минуты три присоединяются. Итак, друзья мои, для тех, кто совсем первый раз мы проводим эфиры, сейчас стараемся каждый день, но вообще вторник, среда, четверг, 15.00 тренерское время, мы обычно выкладываем записи. Сейчас это стали делать чуть с запозданием, потому что нам очень хочется, чтобы вы приходили к нам в вебинары вживую, общались с экспертами, задавали вопросы. Я всегда говорю, что это невероятно ценно, когда есть возможность прям в формате вопрос-ответ. Мало того, чтобы послушать интересную тему, но еще и вживую задать вопрос. Поэтому приходите к нам, старайтесь искать время. Дальше. У нас есть онлайн и у нас есть оффлайны. В оффлайне мы встречаемся все, и Максим тоже с нами встречается в Сколково в ноябре. Конвенция, Пре-Конвенция, Бизнес-Форум, 17, 18, 19, большая выставка. Переходите по ссылке, я оставила в чате. И, собственно, бронируйте места, будет круто, будет много-много всего. Вот, вижу, что, да, нас становится больше и больше. Всем привет. Давайте сразу включаю презентацию. Мы сегодня говорим о том, как раскачать детский клуб за год. Уже много действительно было разных кейсов, разных взглядов. Повторюсь, здорово, что тема возвращается, что участники, эксперты по всей России делятся опытом и развивают детский центр. Итак, Евсеев Максим, рада вживую, ну как вживую, в полуживую приветствовать. В жизни познакомимся ближе уже на панельной дискуссии в Сколково, где обсудим более детально все кейсы и все возможности. Город Барнаул на связи. Я знаю регалии Максима, уверен, он еще представится, расскажет о себе там самые важные вещи, бэкграунда. Но колоссальный опыт, больше 18 лет, насколько я помню. Клуб Ривер. Я посмотрела немного информацию о проекте, немного посмотрела презентацию и тоже с удовольствием послушаю, но буду за кадром. Вот, моя краткая речь закончилась. Я понимаю, что по таймингу мне уже надо уходить и не тратить эфирное время такого интересного кейса. Поэтому, Максим, смотрите, презентацию можно переключать, если на компьютере, то в принципе ваши стрелки работают. Да, все, я вижу, да. Или здесь в правом нижнем углу. Я включаю свою камеру, но я на связи, если что, и в принципе я больше не буду выходить в эфир, включать камеру. Я в чате буду писать, если что-то. Так, а мы количество людей видим? Количество людей я вижу, более того, я их вижу поименно и всегда им рассказываю, что если они будут уходить, я их потом найду. Найду и достану. Да, и буду задавать вопросы по эфиру. Понятно, контрольные не зададут. Ну да, их сейчас больше 30 человек. Надеюсь, что все до конца доживут, но я потом еще расскажу. Все, тогда можно начать. Тогда я за кадром. Хорошего эфира. Спасибо, спасибо, Анастасия. Так, друзья, всем добрый день, добрый вечер. У нас уже вечер в Барнауле, в каких-то регионах еще день. Первое, что я хотел спросить, напишите, пожалуйста, в чате, кто сейчас из этих 30 человек, кто сейчас слушает. Вы, кто мои слушатели, вы в какой должности, в какой ипостаси, чем занимаетесь вообще и для того, чтобы мне понимать, вещать про какие вещи больше, про какие-то вещи меньше. Может быть, это больше про управленческие моменты поговорить, может быть, поговорить больше про тренерские моменты. Поэтому я жду от вас обратную связь. Напишите, пожалуйста, кто меня сейчас смотрит. Вот, а я пока представлюсь. Меня действительно зовут Евсеев Максим, поэтому вас не обманули поводом. Я более 18 лет уже работаю в фитнесе, в качестве тренера начинал работать. На данный момент мы запустили масштабный проект, очень глобальный. Это самый большой, наверное, проект в городе Барнауле и, наверное, и не затеряется в сибирском регионе. Клуб «Ривер» и на примере нашего старта, нашего запуска масштабного, я хочу сегодня с вами поделиться, какие методы, инструментики мы применяли для того, чтобы стартануть быстро, эффективно. И так, руководитель детского клуба Домодедова, здравствуйте. Отлично, я думаю, вам это точно будет интересно. Так, ну что, пока отвечают. Поехали, я думаю, что вы анонс посмотрели, по меня уже более-менее понятно, сильно хвалиться регалиями смысла нет. Двигаемся. Так, тема «Раскачать детский клуб за год». Буду говорить сухо, кратко, по существу. По ходу задавайте вопросы, постараюсь меньше воды уложиться в максимально короткое время, и чтобы вас не задерживать. Координатор детского клуба «Краснодар». Отлично. Отлично. Так, ну все, погнали. Тема. По-хорошему, с чего начинать? Конечно же, это я сейчас говорю про гулую землю, да, грубо говоря. Если нет ничего, понятно, нужно оценить конкурентов, оценить и рассчитать максимально возможную емкость потребителей услуг в этом микрорайоне, потому что детей, скорее всего, не будут вам завозить за 3-9 земель, чтобы они занимались в какой-то секции. И, соответственно, понять масштаб мероприятия, сколько нужно квадратных метров, да, какой объем вы должны охватить. Потому что в сельской местности, допустим, или это поселок городского типа, ну, наверное, нет смысла делать большой детский клуб, да. А в каком-то крупном мегаполисе и в крупном микрорайоне, как у нас, конечно же, имело смысл сделать большой центр. Еще оговорюсь, давайте, про то, что River Kids – это всего лишь частичка подразделения большого-пребольшого комплекса, который называется River Sport. То есть, River Kids существует внутри большого масштабного проекта. 10 тысяч квадратных метров отдельно стоящее здание, но дальше я про это расскажу. Так, какого рода и характера услуги вы будете предоставлять, что вы можете себе позволить сделать, какая у вас, возможно, материально-техническая оснащенность, да. Нужно понимать, насколько вы можете широко шагать, чтобы не порвать себе штанишки, да. Далее, мы, допустим, имеем голую землю и начинаем проектировать помещение, конечно же, под конкретные задачи. И уже под того рода услуги, которые вы себе запланировали. Если это помещение в аренде, да, вы начинаете делать ремонт, конечно же, нужно тоже это предусмотреть. Давайте небольшое отступление сделаем. И расскажу, запуская вот этот вот масштабный проект, мы думали о том, что у нас будет сквош. Достаточно популярный в соседнем регионе вид занятий, вид фитнеса, да. Но вовремя мы остановились и не пошли в этом направлении, потому что поняли, что сквош, скорее всего, будет неактуален или малоактуален. И под это затачивать помещение и вкладывать какие-то денежные средства абсолютно бессмысленно. То есть это тоже очень важно. И еще пятый пункт, очень важный, я считаю, что нужно продумать иерархию, структуру фитнес-департамента. Потому что я столкнулся с такими высказываниями своих коллег, некоторых. Структура фитнес-департамента выстроена не совсем так. То есть иерархия, вертикаль подчинения не совсем такая, как должна быть. И поэтому работа идет не очень хорошо. Так, понятно. Двигаемся дальше. Еще нам нужно с вами определиться, что продавать. Мы знаем с вами как минимум два формата, ну таких распространенных, да. Это клубное членство для детей, когда ребенку покупают клубную карту, детскую клубную карту. В этой клубной карте зашит какой-то объем групповых занятий в рамках недели, да. И ребенок может посещать эти групповые занятия. И также есть второй вариант, секционный формат, когда покупают ребенку секцию конкретного направления. И ребенок имеет возможность ходить непосредственно только на эту секцию. Рассказываю свой опыт. Это не нужно принимать как данность, да. И каждый, конечно же, думает сам. Что делали мы? Давайте сейчас рассказываю, что делали мы поэтапно. Как мы запускались и что потом в итоге у нас получилось спустя год. Ну, чуть больше года мы сейчас работаем. На старте, на предпродажах и первый месяц работы мы продавали детское клубное членство. Клубное членство было либо на три, либо на четыре месяца. Я уже не готов сказать, не помню. Ну, вот так. И в этом клубном членстве были зашиты как раз вот эти вот групповые занятия, на которые ребенок мог ходить сколько угодно в рамках своего клубного членства. Мы дали родителям и детям возможность выбрать и попробовать то направление, которое ребенку интересно, родителям интересно и так далее. А по окончании клубного членства дети идут в те секции, которые они выбрали. И потом мы создали расписание непосредственно такое, групповых занятий, чтобы на их, когда уроки уходят, на их место вставали секции такого же формата. Дальше мы, когда заканчивается клубное членство у большинства, или постепенно там потихонечку предпродажи смотрим, мы убираем групповые уроки детские и ставим на их место секции. И начинаем продавать секции. То есть у ребенка закончилось клубное членство на вот эти три месяца. И мы говорим, теперь продаются секции такого формата. Вот вы ходили, вам понравилось, полюбилось тэквондо, допустим. Вот, пожалуйста, будьте добры, ходите на тэквондо. Оно у нас теперь есть в расписании, в формате секции. Контролируем вот эти три-четыре месяца рейтинг детских групповых уроков и безжалостно выпиливаем групповые уроки из расписания, которые малорейтинговые. Мы не занимаем залы, если ходит менее двух-трех детей, менее четырех детей, мы не держим эти занятия в расписании, мы их просто убираем. Выпиливаем из расписания дохлые секции и все. И по итогу, что у нас получилось? Мы стартанули уже с достаточно наполненными секциями. Тренеру удобно, интересно уже работать, потому что достаточная оплата труда, достойная оплата труда у тренера. Детям интересно заниматься. Вы же понимаете, что, допустим, возьмем бокс, да, когда один ребенок приходит на бокс, ну это совсем неинтересно. Когда два ребенка даже приходят. Когда их много, тогда уже детям намного интереснее, они охотнее идут. Вот, это про старт. И что продавать на старте. Двигаемся дальше. Друзья, напишите, пожалуйста, я не быстро ли, все ли понятно и есть ли вопросы. Если есть вопросы, по ходу пишите. Так уж повелось, но не только у нас, я думаю, что секции бассейна заполняются гораздо быстрее, чем секции суши. Секции суши раскачиваются тяжелее, бассейн заполняется достаточно быстро и охотно. Особенно родители охотно ведут детей на реабилитацию после переломов позвоночника, там еще какие-то моменты, сколиозы и так далее, и так далее. Дети идут в бассейн толпой, все время бассейн, бассейн, бассейн. Раскачать детские секции суши намного сложнее. Что мы предприняли в этом ключе? Мы дали возможность брать пробное занятие сухих секций. На бассейне такой возможности нет. На бассейне у нас, смотрите, такая схема. Прежде чем ребенок приходит в секцию плавания, особенно если это не начальный уровень, а средний уровень, выше, мы рекомендуем родителям взять персональную тренировку, одну персональную тренировку у того тренера, который ведет непосредственно эту секцию. Для того, чтобы тренер посмотрел, способен ли ребенок, потянет ли он, грубо говоря, да, и после этого уже записываем секцию. Посуши, мы даем возможность приобрести пробное занятие за денежку, не бесплатно. Вот. И если ребенку понравилось, и родители готовы приобрести секцию этого формата, ну, условно, баскетбол, то в счет оплаты месяца секций идет вот эта вот денежка разового посещения, и по сути они ничего не теряют, как будто бы, да, и как будто бы даже бесплатно сходили один раз. Это хороший инструмент, он у нас сработал, секции суши стали наполняться активнее. Вот. Еще один моментик, что секции бассейна сразу же выше по стоимости, чем секции суши. Это людей тоже иногда, родители иногда мотивируют. Причем у нас секции бассейна значительно дороже, чем секции суши. И все это объясняется тем, что по зеркалу воды мы не можем на одну дорожку в бассейне поставить детей более чем определенное количество. Ну, допустим, до 10 детей, и все, больше нельзя. А в суши здесь немножко по-другому. В зал детей можно больше наполнить, и, соответственно, рентабельность часа помещения, да, или там дорожки бассейна даже выше в суши, чем в бассейне, при условии, даже если суша дешевле. Дальше двигаемся. Это про секции суши. А, ну еще. Давайте добавлю, вернемся и добавлю еще. Очень хорошо раскачивают секции суши. Я немного забегаю вперед. Всяческого рода мероприятия. Детские дни рождения. Новый год, который мы провели. Детские лагеря. Очень хорошо раскачивают сушу по причине того, что там задействованы тренеры как раз суши в большей степени. Они знакомятся, дети знакомятся с тренером, им тренер нравится, и они потом непосредственно на тренера приходят. Это тоже плюсик. Так, еще момент. Нужно ли прогрессировать ребенку в секциях? И как ему прогрессировать, если это нужно? Смотрите, на опыте, опять же. Фитнес-клуб, любой какой-то там, среднестатистический, дает возможность приобретения детской клубной карты. Ребенок ходит год, ребенок ходит полтора года, посещает какие-то уроки и занятия. А потом у родителя возникает логичный вопрос. А вот я его увожу, а какой смысл? Чему он научился за это время? Ну, как он спрогрессировал? Какие контрольные точки мы провели для того, чтобы понять, спрогрессировал ли ребенок? Вот. Здесь мы поступили каким образом? У нас есть условные, вот сейчас вы видите на слайде, я назвал это секции реабилитации, да? Это секции такие, как спина-стопа, здоровая спина, там что-то про осанку, вот такие вот моменты. Сюда идут дети, которые, действительно, родители у них, за них беспокоятся, что они неправильно развиваются, сутулятся. И, по крупному счету, родители там, у этих детей, возможно, даже никаких планов на них не строят, что они будут заниматься каким-то спортом. Вот. Но, все-таки, из вот этих секций реабилитации, дети переходят в секции оздоровительного характера. Давайте я приведу пример. У нас в секции оздоровительного характера, в принципе, есть все там. Большой теннис, баскетбол, плавание, всякое разное, по разным возрастам, волейбол. И дети ходят туда, вот просто, чтобы ходить, чтобы было. Вот. Потом детям нравится, они начинают прогрессировать, и тренер говорит, вот, ребят, смотрите, у нас здесь вот такой уровень, да? Но вы можете попробовать поиграть в команде, вы можете повыезжать на соревнования, и мы формируем уже из этих детей, которые ходят в секции оздоровительного характера, спортивные секции. Сейчас приведу пример. Есть у нас, допустим, секция плавания, которая идет понедельник, среда, пятница, и дети вот просто научились плавать, ходят, все им нравится, их там 12 человек. Для того, чтобы ребенку перейти из вот этой секции плавания оздоровительного характера в спортивную секцию, он должен пройти определенный тест. Тренер дает задание, смотрит и говорит, да, действительно, ты готов. Разговариваем с родителями и говорим, что ваш ребенок готов идти в спортивную секцию, но там занятия уже не три раза в неделю, а пять раз в неделю. Добавляется еще занятие на суше, допустим, шестой, возможно, раз. Но при этом эта секция стоит, конечно же, дороже, потому что тренер больше времени занимается и так далее и тому подобное. И эти дети из спортивных секций уже участвуют в соревнованиях. Вот за год мы уже вырастили вот эту секцию спорт по плаванию и по баскетболу. То есть у нас вот четверо детей на чемпионат края по плаванию ходили и на городские соревнования по баскетболу дети у нас тоже заявлялись. Это неплохой инструмент мотивации, продления. Родители видят результат, дети заинтересованы. И сейчас вот смотришь статистику и действительно понимаешь, что в этих направлениях, где есть у нас спортивные секции, где дети выступают, процент удержания, конечно же, выше. Здесь все. Двигаемся дальше. Так, ну и давайте теперь немножечко я про себя, про нас, немножечко похвалюсь, но даже не похвалюсь, а чтобы было понимание, о чем мы разговариваем. И каждый из вас может на себя это спроецировать и отмасштабировать на свой уровень, потому что у каждого разные возможности, разные залы, разные площади и так далее. Центр здоровья и спорта «Ривет» – это отдельное здание 10 тысяч квадратных метров на четырех этажах. Тут взрослого фитнеса 3200 квадратов. Бани, ресторан, спа, автомойка и парковка. То есть это такой комплекс бытовых услуг, как бы он раньше назывался в советское время. И детский клуб занимает 760 квадратов. Но 760 квадратов – это без учета бассейна. Бассейн дети делятся взрослыми пополам, то есть у нас чаша бассейна и на детей, и на детство работают, и на взрослых работают. Сухих у нас 3 зала – 70 метров, 110 и 120. То есть вот такое пространство мы имеем. Плюс у нас детская комната отдельно, она порядка 140 квадратных метров, со всякими лазилками. Она также осуществляет функцию, параллельно дети из ресторана приходят туда, чтобы родителям не мешаться, когда родители в ресторане находятся. Так, ну и в принципе, наверное, все. Вот такой вот масштаб у нас. Дальше двигаемся. Здесь все понятно, да? Я просто почему рассказываю масштаб, чтобы на этом понимании у вас было понимание цифр дальнейших, которые я буду озвучивать. Дальше. У нас на данный момент 22 вида секций работает. Это я выделил не все, конечно. Такие яркие, которые были бы, наверное, интересны. Баскетбол, волейбол, воздушная гимнастика есть, художественная гимнастика есть, большой теннис есть, воркаут, карате, тэквондо. Ну и секции реабилитации, спина-стопа, про осанку. И, конечно, секции плавания. Их тоже большое количество разных по возрастам, по уровню подготовленности и так далее. Это вот касаемо секций. 22 вида у нас всяких разных. Теперь по структуру фитнес-департамента и про иерархию подчинения. Я почему затрону этот вопрос? Потому что есть такая ситуация, я точно знаю, что в некоторых, либо многих фитнес-клубах, смотрите, вот тут все понятно. Фитнес-директор, да? Менеджер тренажерного зала слева, менеджер групповых программ, как у всех всегда. А вот здесь менеджер детского клуба Суша, этот менеджер отвечает за, в целом, за расписание детского клуба, в целом, за мероприятия детского клуба, за сухие секции, квесты, детская комната, каникулы, лагеря и так далее. И обратите внимание, что у менеджера водных видов спорта все, что на воде. То есть секции воды, это отчина менеджера водных видов спорта. Я достоверно знаю, что в некоторых клубах менеджер детского клуба курирует также секции воды. И возникает такая колоссальная проблема. Менеджер водных видов спорта, менеджер бассейна, своих тренеров не может догрузить, потому что по факту дополнительных продаж, дополнительных услуг взрослого клуба в бассейне достаточно низкая, мало берут персоналов на бассейне, это точно взрослые, я имею в виду. Менеджеру детского клуба необходимы емкости бассейна для того, чтобы догрузить детским клубом секциями. И менеджер водных видов спорта начинает конфликтовать с менеджером детского клуба за зеркало воды. То есть им сложно составить вместе расписание, чтобы не мешать друг другу, менеджера водных видов спорта, нет никакой мотивации и заинтересованности в том, чтобы у него бассейн был загружен, ему дети этим мешают, они создают ему дискомфорт, потому что взрослые начинают жаловаться, что вот там у нас дорожка занята и так далее и тому подобное. И возникает проблемка. Поэтому мы сделали немножко по-другому. Менеджер водных видов спорта курирует в том числе и детские секции, которые на воде, то есть детские секции плавания. У него есть мотивация, чтобы, соответственно, все это делать. И менеджер водных видов регулирует потоки на бассейне, наполняемость, расписание и так далее. Вот здесь отличия. Так, что по деньгам? Давайте, всем, наверное, интересно, да? 700 квадратных. То есть я считаю, что мы не мелкие. У нас достаточно большие объемы, большие площади. На данный момент, на сегодняшний, на вчерашний день у нас 993 ребенка занимается в Ревертиц. Это оригинальные контракты. То есть это вот конкретно 993 ребенка занимается на суше и в воде. Всего 2200 контрактов. То есть из этого что мы можем понять? Что из вот этих 900 детей, ну, тысяча почти, да, большая часть берет еще какие-то дополнительные услуги. То есть если ребенок ходит на какую-то секцию, он берет персоналки. Родители ему берут персоналки в том числе. Либо ребенок ходит и на секцию, и суши, и на воду ходит. Очень часто. Вот. Либо ребенок ходит в бассейн на секцию и ходит к нам на продленку. Я считаю, что это очень здорово. Потому что детям нравится у нас. Они у нас хотят оставаться и ходить еще куда-то, развиваться больше и больше. Это здорово. Вот. По поводу выручки. Здесь давайте расскажу. Выручка зоны детского клуба составляет в среднем у нас 55-60% от общей выручки по доп.услугам фитнес-департамента. Понятно. Отметили, да? А если интересно по поводу карт, взрослых карт, то у нас доп.услуги фитнес-департамента составляют примерно 40%... 55-60% это детский клуб. Рентабельность в среднем 25-30% за вычетом всех расходов. Здесь, несмотря на то, что здание в собственности, мы, конечно же, считаем себе аренду. Это тоже нужно учитывать и отвечать. Так, вот здесь, может быть, какие-то вопросы будут. Вот это такая интересная тема, мне кажется, про денежки. Не будет вопросов. Если есть, пишите, я по ходу буду отвечать. Далее двигаемся. Инструменты, какие мы применяем для того, чтобы повышать средний чек? Мы, в первую очередь, рекомендуем... Так. Есть данные по конверсии пробной тренировки, зависит конверсия тренера или от направления. Да, есть данные по конверсии пробной тренировки суша. Она почти 100%. У нас, получается, ситуация такая, что ребенок приходит и почти всегда берут. Ладно, вру, не 100%, процента 92 конверсия. Это реально работает. Если они сидели, думали, думали, папа с мамой сидели, думали, думали, куда отправить и боялись заплатить денежку. надо, чтобы ребенку понравилось. Исходили, заплатили вот эту небольшую денежку, попробовали, понравилось, остались. Тренеры у нас на проценте. На ставке тренеры не работают, потому что это деструктивно. У тренера нет необходимости хорошо работать. Он получает свои 3 рубля, разворачивается и уходит. Так делать нельзя, я считаю. У наших тренеров большая линейка процентов вознаграждения и зависят они от кучи-кучи всяких разных KPI, процент удержания детей в секции и так далее. Секции на 3 месяца мы начали продавать и мотивируем родителей приобретать эти секции, потому что там есть заморозка от 14 до 30 дней. Дети часто болеют и поэтому им выгодно приобретать сразу секцию на 3 месяца с возможностью заморозить. Поэтому они берут и мы повышаем себе средний чек. Так, секции спорт. Если вернуться назад к иерархии вот этой вертикали секции, секции спорт они дороже, чем секция оздоровительного характера. и привлекая детей в спортивные секции, мы повышаем тоже средний чек. Так, секции с максимальной наполняемостью мы делаем дороже остальных. Есть у нас пример, допустим, большой теннис. У нас очень хорошо развилась эта секция, и она сейчас стоит немножечко дороже, чем все остальные. теннис. Ну и далее, наверное, это не секрет, что мы несколько категорий можем делать тренеров, ну как их ни назови, первая, вторая, третья категория тренера, и повышая категорию тренера, повышается стоимость оплаты дополнительных услуг, таких как персональные тренировки, и все, тем самым тоже повышаем средний так, ну и все, взрослый вопрос, откуда берутся дети? Анализировали много, смотрели много, в основном дети в Ривер Китс это дети наших клиентов, тех, которые ходят в Ривер Спорт, это раз, два, дети из летнего лагеря Ривер Китс, когда проходит, ну летний, не знаю, каникулярный лагер, вот сейчас осень будет осенний лагерь, дети круто проводят время в лагере и мы в рамках вот этого лагеря ставим тренировки с тренерами, которых мы хотим продвинуть, тех направлений, которых мы хотим планируем продвинуть, если нам необходимо поставить, продвинуть секцию каратэ, то во время лагеря у них будет тренировка каратэ, детям нравится, они приходят и остаются, это очень хороший инструмент, мы берем его замечательно, так, дети с мероприятий, с нового года, с квестов и так далее, тоже остаются, так, дети с дней открытых дверей, здесь на самом деле, честно вам скажу, конверсия даже меньше, чем, здесь я расположил все в порядке убывания, и с дней открытых дверей, ну, не такая высокая эффективность, скажем так, как вот с летнего лагеря, или вообще, в принципе, с каникул, с каких-то, вот, далее, по поводу рекламы, реклама у нас только контекст и только два ГИС, больше никуда, никакие разносы, там, листовок в школы, никакие рекламы на заборе, никакие рекламы в лифтах не дают никакого отклика, и выхлоп с них просто минимальный, практически нулевой, поэтому инвестировать какие-то средства в такого рода рекламу нет смысла абсолютно. Вот, работа со школами эффективна только в части организации мероприятий, вот это интересная штука, то есть мы работаем со школами в части организации им досуга, мы не приходим и не раздаем листовки, мы выходим на родительский комитет, к примеру, и предлагаем детям провести какой-то интересный квест, дети приходят к нам, или мастер-класс, кулинарный мастер-класс, еще какой-то мастер-класс, дети приходят к нам, детям нравится, дети остаются, вот со школами работать только в этом ключе, эффективно, более никак. Так, вопросов здесь нет, двигаемся дальше. Дополнительные продукты, которые можно и нужно предлагать, опять же, я сейчас вернусь к каникулам, лагерь дневного пребывания, это вообще отличная штука, это делать должен каждый детский клуб, я считаю, и в том числе для того, чтобы нивелировать вот этот сезонный провал, как показала практика, у нас сезонного провала в принципе не было, у нас летний сезон был наоборот прирост, благодаря тому, что эти детские каникулы давали нам неплохой доход. Персональные тренировки, это естественно, один из инструментов я озвучил, это на воде персональную тренировку берут для того, чтобы оценить ребенок, соответствуют ли той секции, в которую его хотят отправить, по физическим своим данным персональной тренировке, понятно, платные часы в детской комнате, вот здесь давайте сейчас остановлюсь и расскажу, у нас есть опыт такой, нашим клиентам взрослым River Sport полагается один час детской комнаты бесплатно, конечно же они потренироваться за час не успевают, второй час стоит денежку, и соответственно платные часы в детской комнате, они сами собой набегают, еще очень хороший инструмент, у нас есть педагоги, которые сопровождают детей в секции, помогают им переодеваться, детям, которые маленькие, и предлагают родителям, спрашивают, вы, говорит, ребенка заберете, через 40 минут, 45 минут у нас секция идет, либо я его в детскую комнату отведу, и там он вас дождется, и очень часто родители принимают такое решение, она говорит, давайте я сейчас сбегаю в магазин, а чтобы мне не торопиться и все, я успела, вы после секции отправьте его, пожалуйста, в детскую комнату, и пусть он там меня часочек подождет, это в принципе тоже неплохо работает, мы это применяем тоже как вариант, далее, какие-то мастер-классы, кулинарный мастер-класс, подарок маме там, ко дню матери, к 8 марта и так далее, это все у нас проходит тоже в детской комнате, и есть у нас еще зал, который называется студия развития ребенка, либо там мы это проводим, вот, педагог, индивидуальные занятия с педагогом, с психологом индивидуальные занятия, если есть такая возможность, ну, круто, наверное, какой-то язык еще, но еще тут нужно очень важный момент отметить, что выполняя вот такие, оказывая вот такого рода услуги, вы должны иметь лицензию на образовательную деятельность, это тоже очень важный момент, и если у вас работает психолог, педагог, то лицензия на образовательную деятельность должна быть обязательно. Еще очень интересная штука, мы вот ушли совсем, совсем, от вот этого фитнес-бара, где замешивают коктейли, мы долго боролись, слушайте, три часа бесплатной в детской комнате, это слишком жирно, это слишком, нас ломает еще, знаете, на что, ребенку полтора года, а пусть он у меня тут побудет один, то есть у нас дети с трех лет самостоятельно только могут находиться в комнате детской, более маленькие дети не могут, нельзя, вот эта проблема у нас тоже есть. Так, а, по поводу фитнес-бара, фитнес-бара у нас четыре, вы слишком, слишком лояльны, три часа, четыре часа, тогда давайте я вам задам вопрос, а у вас педагог зарабатывает с чего, у него почасовка, то есть он получает сколько-то рублей в час, с чего, какая мотивация у педагога детской комнаты? У нас мотивация у педагога такая, педагог получает почасовку и получает процент с платных часов, соответственно, он замотивирован и заинтересован, чтобы ребенку понравилось, а, почасовая оплата, понятно, но тогда у вас, смотрите, у вас педагоги стонут, что у них много детей, потому что если у него ноль детей, у него зарплата такая же, как если бы у него было 20 детей. У нас немножко другое, педагог замотивирован удержать ребенка подольше в детской комнате, они с ними занимаются, садятся, рисуют какую-то бабочку, долго-долго ребенок сидит, рисует, и мама заходит, говорит, пойдем домой, он говорит, мама, подожди, я дорисую, потом пойдем, и мама вынуждена ждать. то есть у педагога прям прямая мотивация удерживать ребенка, заниматься с ребенком в детской комнате. Вот, процент из платных часов, это правильно, это мотивация. Так, про фитнес-бар, фитнес-бара у нас нет, потому что это экономически абсолютно невыгодно, когда вы строите фитнес-бар, вы вкладываетесь в стойку, вы вкладываетесь в холодильнике, краны, шейкеры, платите зарплату двоим сотрудникам, эти сотрудники проспали и не выходят, поэтому мы вышли другим способом. Но, слава богу, у нас есть ресторан, и в ресторане люди могут сделать себе протеиновый шейк, а все остальное продается через вендинг. У нас вендинговые аппараты продают вкусняхи, и снеки продают, спортивное питание продают, батончики, напитки спортивные продают, и в детском тоже продаются через вендинг. Вендинг сделан так, что в игровом формате можно побить хомяка, подойти по экрану и так далее, детям очень нравится, и они у родителей выпрашивают вкусняху, это тоже как инструмент дополнительных продаж. по поводу праздников, давайте скажу, это в самом конце, это тоже сверху вниз по убыванию подоходности. Праздники, Новый год, 1 июня и так далее, мы молотим почти в ноль. Мы ничего не зарабатываем почти с детского нового года. Мы продаем билеты, дарим детям подарки, делаем очень крутое шоу. Ну, единственное, мы один раз делали именно вот здесь Риверспорт, но это было очень крутое, очень крутое шоу. У нас было в два потока, сейчас не соврать бы вам, 210 детей примерно так, в два потока, те побладше которые, те постарше которые, вот, всем очень понравилось, и, кстати говоря, это тоже инструмент продаж, дети, которые сходили на мероприятия, на праздник с большой охотой идут на секции заниматься, это тоже инструмент. Я считаю, но это мое личное мнение, оно может не совпадать с вашим мнением, что на таких вещах, как детские праздники, фитнес-туры не нужно стремиться зарабатывать или какие-то еще мероприятия, эти мероприятия больше имиджевого характер, поэтому нет смысла стараться заработать там какую-то копеечку, если она вышла в ноль, то уже слава богу. Так, здесь все. И заключительный слайд. Это мои контакты. Вы можете зайти на сайт реверспорт, реверспорт.инфо, посмотреть, как у нас все устроено. если есть какие-то вопросы, задавайте сейчас. Самое популярное направление в сухих секциях это баскетбол. Самое популярное направление в бассейне, ну, вообще, бассейн, короче, бассейн, самое популярное направление. Там, не разделишь так по возрастам, а в суши самое популярное это баскетбол. Следующая идет у нас на данный момент тэквондо. В среднем, ну, баскетбол вообще очень много детей играет, очень много. А, волейбол еще. Я давайте еще оговорюсь, вот где-то в предыдущем слайде я писал о том, что детский клуб использует также залы мощности взрослого клуба. У нас есть игровой зал, прям баскетбольный, волейбольный зал, где можно проводить секции баскетбол, волейбол, большой теннис. Но, у нас есть также опыт. Мы проводим большой теннис для малышей четырехлетки. Они занимаются в небольшом зале, переносная сетка, маленькие ракетки, это тоже имеет место быть, это тоже работает. Так, вот смотрите про карту. карта уже закончилась, карты уже нет. Это на предпродаже, когда мы открывались, перед тем, как открыться, мы продавали детское клубное членство на три месяца. В этом клубном членстве были уроки. Как только эти клубные членства закончились, уроки перестали существовать. На их место просто в расписании встали секции того же формата. Вот. Сейчас карт детских как таковых не существует. Еще, а, еще момент. Давайте, у нас, Анастасия, вы меня заворачиваете, притормаживаете, если я по времени не вписываюсь. Я еще хочу вам рассказать очень важную 5 минут есть. Очень важную вещь, смотрите, фитнес-клуб большой, небольшой, без разницы, который имеет в своей структуре детский клуб, как правило, ограничивает возраст посещения до 14 лет. Есть такое, до 14 лет ты ходишь в детский клуб, потом родители должны купить ребенку карту, и он уже ходит по взрослой карте. И когда происходит вот этот момент, когда ребенку 14 лет, особенно если это парень, ему покупают клубную карту, а он, если честно, в зале еще ничего не понимает тренажерном, он не может туда ходить, в принципе, без персонального тренера. Неинтересно ему ходить на какие-то групповые занятия. Девочке, возможно, интереснее ходить на какие-то групповые занятия, на растяжку, может быть, на танцевальные какие-то направления будет ходить. И мы по большому счету теряем с вами вот этот прослой потребителей в лице детей 14-16 лет. Может быть, даже 14-15 лет. Они у нас не задерживаются, и мне интересно ходить по взрослой клубной клубной карте. Вот такое точно есть. Каким образом мы выходим из этой ситуации? У нас некоторые секции есть до 16 лет. Такие, как тренажерный зал, воркаут, баскетбол-спорт, то есть, это спортивный баскетбол, и художественная гимнастика, спортивное направление, по-моему, если не ошибаюсь. Вот, и у родителей есть выбор. А, ну и свиминг, плавание, спортивное тоже можно до 16-ти лет включительно. Таким образом, мы просто не теряем тех детей, которые уже достигли 14-ти лет, но в силу своего развития еще физиологического, они не могут ходить по взрослой карте. Они могут ходить, но толку не будет. И эти дети не задержатся, что у вас возрастная карта. Им нужен годик или полтора еще для того, чтобы, грубо говоря, созреть. Поэтому рекомендация такая, рассмотреть вариант введения некоторого рода секций для детей старшего возраста. Так, ну, дамы и господа, в целом у меня информация вся, я жду вопросы, если они у вас есть. можете смело писать в тележку, можете смело писать ватсап, я всегда на связи. Можете писать в запрещенную сеть, в принципе, пока это возможно. В целом, друзья, политика наша такая, мы всегда открыты к диалогу и если будут какие-то вопросы, мы всегда готовы на них ответить, тем более, если вы будете в Барнауле, милости просим, в наши бани, у нас есть бани великолепные, поэтому приезжайте на Алтай, и в